Добрый день! Сегодня у нас рассмотрим вопрос, как проверить электрическую и механическую часть водяного насоса, то есть помпы по-народному говоря, с кофе-машины. Вот представлены у нас фирма УКО, 48 ватт, и АРС, 65 ватт. Так, начнем с электрики. И вот еще у нас один бракованный, хоть он и в оригинале, вроде бы Италия. Так, давайте займемся по электрике. Берем тестер, ставим его на прозвонку, прозвонка диодов, то есть пищалочка. Так, видно вам там, не видно так. Правда, здесь ничего сложного нету по электрике, прозвонка самой обмоточки. Вот смотрите, в одном направлении будет показывать сопротивление, в данном случае здесь он ничего не показывает, сколько бы мы не ставили размер сопротивления. Теперь переставляем, меняем щупы, вот так вот. И у нас, что это у нас, 600 где-то Ом. Давайте. Вот так вот, нет. Что у нас было? Что у нас было? Не хочет. Только на прозвоночке хочет вам показывать. Значит, значение около 600. Так, в принципе, вот это и все, что здесь можем мы проверить. Берем, вот, посмотрим, какие значения у новых исправных насосиков. Так, здесь тоже 605 и в обратном положении у нас, видите, ничего, никаких показаний нет. Берем ARS у нас еще, тоже новый, но весенький. Так, прозвоночки нету, а вот так вот, сейчас посмотрим, есть те же 605. А вот довольно-таки редкий случай, когда насос-катушка его не прозванивается. Не так, не так, смотрите. Вообще. Ты ей звонишь, а она не берет трубку, не отвечает. Вот такая печалька. Хотя, в принципе, он красивый еще, насосик по внешним данным. Вот, если никаких, этот, нет, никаких значений не показывает, то есть он в обрыве. Это однозначно. Если он звонится, то мы можем просто накинуть провода 220, изъяв его с кофемашины, проверить и накинуть, и будет он гудить. Если же он у вас гудит, вы подкинули 220, а в самой кофемашине он не гудит, то есть ищите уже проблему в релюшке, в плате управления, где-то так. Ну что, полетели теперь по механике, по электрике, конечно, да, есть, не хочется, есть такие случаи, что в обрыве, но это редкие случаи. Дальше. По механике. Если он гудит, а он не качает, так тестер нам не нужен. Значит, смотрите, по фирме ARS. Они ставятся на Bosch, на Siemens, на более мощных, аборитных кофемашинках. Да, дальше еще по обозначениям, вот, ну, давайте по вот этой, по вот этой, она более распространенная лука. Так. Вот, посмотрите, видел я видосик смешной, что вот это значение 2, дроп 1, мин, то есть, владелец канала рассказывал, что данное обозначение, это 2 литра в одну минуту. Нет, ничего подобного. По программе он должен работать, насосик 2 минуты, минуту отдыхает, а ARS по другому, одну минуту работает, полторы отдыхает. Значит, по механике ARS неразбираемы, но они ставятся на Bosch, на Siemens, менее применяются. Самое распространенное в быту, в бытовых кофемашинах, это лука. Дальше, полетели, давайте по механике. Задолбал этот диктор, тарахтит и тарахтит. Так, вам нужно, сейчас, секундочку. Откручиваем, два винта. Хлоп, вытягиваем. Всё, эта катушка здесь ничего нету, вы же её прозвонили, всё. Дальше, вот непосредственно сам насосик. Теперь мы можем его располовинить на две части, то есть, вот так против часовой стрелки, вот эту нижнюю часть проворачиваем. Всё, мы можем рассоединить. Только аккуратно, ребята, потому что здесь деталюхи есть мелкие. А из мелких у нас вот такой вот шарик. Так, вот смотрите, по какой причине не... Вот здесь находится поршень, большая пружинка. Вот здесь у нас стоит, мы её уже туда кидаем, внутрь цилиндра. Вот поршень. И сверху ещё малая пружина. По какой причине не работает данный насосик, по той причине, когда я забрал, я увидел вот такой вот сломанный, сломанный виток пружины. Хотя, это что-то даже... Пружина, не пружина, но что-то типа подлаживали. Действительно, это даже не виток. Не похоже. Ну, чтобы я его согнула, навряд ли... Не. Да не. Да-да-да, вот оно так было, наверное. Ну, короче, вот наблюдайте, смотрите. Ну, здесь однозначно отломаный кусочек. Так, а ну-ка, сфокусируйся. Та-ё. Ну, давай. Та-ё. Так, вот такая шайба. Ничего, ребята, не теряем. И вот пружинка. И вот клапан. Бывает так, что клапан срабатывается, он не держит, и получается, насос качает, качает, и он накачал, и уходит быстро давление. Так, вот. Всё собирается в обратном порядке. Вот так вот. Накручивается. Обратный клапан вы можете даже с этой стороны подуть. Он. Он, он, он. А, ну, в принципе, вашего давления не хватит. Вы можете дуть отсюда. Да. Да, отсюда подуть. И оно не должно продуваться. Ну, можете отсюда так иголкой клапан приоткрыть и закрыть. Так. Показываем сборочку. Ничего сложного. В принципе, вот эти ремкомплекты продаются. Вот эта малая пружинка, обратный клапан, и, по-моему, вот это уплотнительное колечко. Вот так. Не забываем за шарик, ребята. Хлоп. Ай, стойте, стойте, маленькую пружинку. Что-то я малую пружинку сюда. Шарик. Вторую часть. Заводим в пазы. Чик. Все, собрали. Так, ну, теперь давайте приступим к тому, как можно еще проверить. Потому что насос может качать, но вот данный насос тоже качал, но очень слабо. Давайте возьмем для проверочки. Вы должны отсоединить, например, сюда подать 220 вольт, сюда воду и проэкспериментировать, прикрывая вот пальцем. Вы увидите, должно быть такой фон воды, ну, типа, как на фонтане. То есть струя должна быть крепенькая. Вот насос он должен давать до 15 атмосфер давления создавать. Так, ну что, настало время у нас экспериментов. Подключили 220, и сейчас мы будем придерживать на выходе воду. Ну, правда, сработает еще второй клапан, и откроется выход на второй трубопровод. Так, будьте осторожны, потому что 220, вода. А! Так, прикрываем. Вот видите, как рассеивается. Вот, так, сейчас камеру забрызгут. Открывается второй. Вот так вот он и должен работать. Фу. Если у вас намного слабее это все, значит, он не дает давления. Если у вас АРС, то не стоит его разбирать. Если это разбираемый Улка, то можете попытать счастье, и у вас все получится. Так, вроде бы все рассказал, больше нечего у нас, в принципе, добавить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...